Почему у многих не получается? Многие неправильно выстраивают фундамент. Вы смотрите канал, смотрите инстаграм, эфиры, и вы часто замечаете, что я очень много говорю об энергетике. Вы понимаете, есть жизненная энергия, есть денежная энергия, есть очень много, есть вибрации, то есть мы можем об этом говорить очень долго. Но энергетика это является костяк, это костяк бизнеса, это фундамент. Если она есть, вы сможете собрать команду. То есть вы будете основной генератор, вы можете быть генератором в двух смыслах. Либо вы будете денежным, это денежная энергия, но если она закончится, даст сбой, все разбегутся быстро. А вы можете быть энергией именно командным духом, именно магнитом для всех. Вот если этот магнит есть в компании, сейчас об этом многие начинают говорить. Просто кто-то говорит поверхностно, кто-то добавляет сюда личный бренд, что он магнетизирует, он продает. У него есть как плюсы, так и минусы. Изначально, если этого человека не будет, кто будет всех собирать. Сложно будет собрать бизнес. Не будет команды, будет просто все работать в разнобой. Не будет того самого основного костяка, который сможет переживать трудности, которые есть. Они будут. Будут январьи, будут хайп, который часто очень случается, если вы станете публичной личностью. Будут кризисы, смена рынка, услуг, проблемы с мастерами. То есть все должно быть на лидере. Поэтому для успешного бизнеса у вас должен быть в команде лидер, в вашей студии. Либо вы им станете, либо это будет ваш руководитель, либо кто-то другой. Но без этого, к сожалению, не получится. А дальше уже будет все остальное накладываться. Реклама, технологические процессы, карты, построение, продвижение, развитие, монетизация. Все будет от этого исходить. Поэтому изначально вы можете себе пометить, что кто будет главный. Дальше. Соответственно, этот главный будет устанавливать абсолютно все. Есть люди с позитивной энергетикой, это плюс. Есть с негативной, это минус. Если человек будет с негативной энергетикой, с минус, он соберет вокруг себя точно таких же людей. Соответственно, от этой тусовки дальше же пойдут такие же клиенты. Такая же компания и такой же конец этой компании. Это прозрачное все. Это фундаментальные вещи. Я не знаю, я вам новое что-то говорю или нет. Вы можете почитать религию, вы можете почитать много книг по эзотерикам, и много все можете поизучать, вы там увидите все. Просто это перевожу на более человеческий язык, который звучит в детейлинге. Если есть какая-то чувствительность, либо интуиция, вы сможете определить сами, кто вещает со знаком плюс, кто со знаком минус. Соответственно, со знаком плюс эти компании гораздо дольше живут, они более стабильные и менее подвержены разным кризисам. Поэтому изначально, если вы наемные сотрудники, вы должны понимать, на кого вы работаете. На кого вы работаете, вы через небольшое количество времени будете похожи на этого человека. И, соответственно, все те качества, которые есть в этом человеке, вы впитаетесь им. Это казалось бы просто, но это очень сложно. Понять сначала это. Какой основной инструмент привлечения клиентов? Репутация. Но вы понимаете, что мы живем сейчас в мире информационном. Репутацию очень быстро можно понизить, испортить. Информационная война — это самый важный инструмент сейчас. К нему надо быть всегда готовым, потому что сегодня, как и Дмитрий Портнягин, он может вещать, собирать залы олимпийские, а потом просто образуется кучка. А потом эта кучка превратится в толпу, а потом эта толпа превратится в мощную толпу, а потом все те, кто были чем-то недовольны, туда вольют чуть-чуть денег. И, соответственно, бюджет, который раньше заряжался на рекламной интеграции, исчислялся от 2 миллионов, а сейчас он стоит ничего. То есть вы должны понимать, потому что мы собирались сотрудничать, мы собирались делать эту ламборгини, нам предлагали ее делать, мы отказались, потому что мы подумали, что все тех хейтеры налетят на нас и начнут нас разбирать по кусочкам. А когда-то рекламной интеграции стоили от 2 миллионов рублей. То есть вот так хейт, вот так вот негатив может сбить человека и полностью обрушить ему все доходы. Над репутацией надо работать внутренне. Можно внешне очень много кричать, я молодец, все классно, все нормально, мы такая классная компания, так делают многие, если вы наблюдаете за рынком детейлинга. Можно работать внутри. Внутри на чем монетизируется бизнес? Это клиенты, это ученики, это медиапространство. На первом месте всегда клиенты. Можно что угодно, где угодно, как угодно, о чем говорить, но клиент приносит деньги. Вот те машины, которые в студии, они приносят деньги. То есть мы делаем изначальный акцент на них, чтобы этот клиент уезжал довольный, рассказывал дальше клиенту. Потому что если вдруг что-то случится в информационном мире где-то с нами, эти клиенты как ездили, так и ездят. Ему без разницы, что обо мне говорят, как о бренде компании. Он приезжает за услугой, у него есть репутация. То есть у компании есть репутация, он знает, что ему сделали хорошо, он посоветовал, другу сделали хорошо. А если хотя бы даже другу накосячили, этот косяк исправили. Это есть репутация. Об этом мы говорим дальше, потому что репутация, она дает возможность работать в январе вне сезон. Так что клиенты приезжают, они верят, они понимают, что если какие-то спецпродолжения, то это реальные спецпродолжения, а не выдумка какая-то. И на этом, соответственно, бизнес и работает в дальнейшем. Самые серьезные клиенты, если мы вот возьмем привлечение клиентов, самые плохие клиенты, можно записать, это поисковые системы. Яндекс, Гугл, оттуда клиенты приходят очень редко. И если они приходят, они сырые. Все, кто вливается в Директ, в Гугл Адворс, занимается рекламой сайта, они просто пустуют тратить деньги. Потому что этот клиент, он уже в открытом компьютере, либо телефоне, и он ищет, он сравнивает. То есть он о вас не знает, он вам не доверяет. Вы его сможете зацепить только двумя вещами. Первый – это ценой, потому что он сравнивает. У Пети, у Васи, у Коли, где какая цена. Если у вас ниже, он к вам поехал. И второй момент – вы можете его зацепить только хорошим, качественным сайтом. Если у вас цена не соответствует рынку, и у вас плохой сайт, считайте, что вы просто рекламные деньги сливаете. Можете прямо себе пометить на продвижении. Этот человек вам не доверяет. Он вам не верит. Соответственно, он к вам мало вероятности, что приедет. Самые хорошие клиенты – Инстаграм и Ютуб. И те клиенты, которые были подписаны в соцсети. Те клиенты, которые вам уже изначально доверяют, которые знают, кто вы, где вы находите, что вы делаете. На такую услугу люди спонтанно не приезжают. Это не так, что человек увидел вывеску «мойка», заехал и сделал комплекс на 120 тысяч. Так люди не делают. То есть привлечение клиентов в детейлинге. Самый эффективный способ – это Ютуб, это Инстаграм. Инстаграм более быстрый, более простой. Сейчас практически каждый современный человек засыпает после Инстаграма. Вот кто сейчас засмеется, тот засыпает после Инстаграма. Сначала посмотрит, все ли там нормально, у кого там в конкурентах какие машины, кому написать, потом зайдет еще на левый аккаунт, посмотрит всех недоброжелателей, напишет какую-то гадость и уснет спокойно. Так приблизительно многие делают. Кто опускает глаза вниз, тот точно так делает. И немного стало стыдно. Поэтому, соответственно, потребительская способность Инстаграма точно такая же. В Инстаграме надо общаться более вежливо, потому что за одной фотографией кривой и за тремя подписчиками может стоять серьезный человек. Здравствуйте, сколько вас стоит обклеить Range Rover? 250 тысяч. Хорошо, а какой пленкой будете клеить? Ну, такой. А когда свободно? Ну, вот завтра. Ну, отлично, мой водитель привезет машину. Все. Ни картинки, никаких ни данных. Здравствуйте, моя машина готова? Что водителям сказать? Мы даже телефон не взяли, потому что водителя телефона. Да, готово. А деньги как вам перевезти? Ну, вот так, вот так. Отлично, хорошо. Водитель можно заберет? Новый Range Rover. Спасибо. Все, и таких вещей очень много. Вот таких клиентов очень много. Я чисто зашел коммент почитать. Шоу – это элементы того, что привлекает внимание. Шоу – любой тупой видеоролик, который изначально ты загружаешь, чтобы многие его комментировали. Чтобы был разогрев. Разогрев как с плюсом, так и минусом. Потому что клиентам это тоже интересно. Думают, вот идиот, и опять что-то выкинули. Вот этот юмор, он должен быть каким-то интеллектуальным. Если мы даже берем тем, что мы 100 евро вытираем колесо, он все равно интеллектуальный. Потому что я это просто сравнил с этим товарищем, который сыпет. Он же почему-то в золото обворачивает свои куски мяса и продает за огромные деньги. И везде пиарится. Потому что он делает то, что обычному мяснику, который где-то там в далеком Владивостоке режет мясо и заработает 70 долларов. Ему это не понять. Если он это увидит, для него это шок. Он напишет, ты что, ты обманываешь людей, это обычное мясо, я такое же делаю. Но этому мяснику он не расскажет, что я в Нью-Йорке, в центре, у меня ресторан. И у меня аренда там полтора миллиона долларов. И мне надо что-то придумать, чтобы Месси пришел, и я ему не кусок мяса дал за 200 рублей, а что-то большое, и он мне купил, и это соответствовал этому. И ты этому человеку не объяснишь, поэтому негативные люди появятся. Но это не потенциальные твои покупатели. Инстаграм и любые соцсети — это большие поисковые системы. Они отсматривают степень вовлечения. То есть в вовлечение человек заходит, и сколько он проводит времени под тем или иным постом. Соответственно, он понимает, этот пост интересный или нет. Если интересный, он начинает его продвигать. Таким способом можно от одного поста получить охват приблизительно в миллион. Чтобы вам миллион через таргет на Facebook настроить, вам надо вложить приблизительно 1120. Поэтому все эти идиотские посты, которые я делаю, они все изначально продуманы, они сделаны на посев рекламы. Бывает, ты какую-то херь, простите за выражение, закинул, ее комментирует, где-то там в регионах усирается, нас обсирает. Мы заходим в директ и видим 4 или 5 заявок, которые приходят в клиенты. И нам абсолютно все равно, что там дальше пишут, потому что мы получили деньги здесь и сейчас. Вот такого поста. Вам иногда надо быть смешными, быть глупыми и немного неадекватными. Иначе, к сожалению, вы не сможете быть яркими и вы не сможете этот бизнес продвинуть сильно. Будет только два варианта. Либо вы будете топать детейлинг, который работает по контрактах, делают Ferrari, там, типа Pagani или как называется, Pagani, называется. Макларены, разные. Да, если у вас будет такой уровень контент, вы будете привлекать таким уровнем контента. Если такого уровня контента не будет, чем вы тогда будете завлекать? С щеточкой либо сиденьем 50 на 50, ну это уже 3 года, уже делать такое не хочется. Ну а как? Чем еще? Именно в детейлинге и страницке продвигается сложно. Все гивы, которые устраиваются, они не задерживают клиентов, клиенты отписываются. Любой гив вроде как подписчиков привел, и все, потом они все ушли, потому что им неинтересно. Вот у нас сейчас мир перенасыщения информации, сейчас много всего. Если тебя спросить, что было позавчера, сколько ты денег потратил и что ты ел, тебе трудно будет сказать. Вот что ты ел, где ты был в точности, даже какая у тебя была одежда, или во сколько ты проснулся, сложно будет. А теперь подумай, что ты 4 месяца назад где-то делал машину. Все, человек уже запутался, а как сделать так, чтобы у него в памяти обновлялась информация постоянно о тебе, чтобы она где-то попадала? Если мы посмотрим Инстаграм, мы о нем будем говорить много, в сториз попадают только те, на кого вы часто смотрите. Те даже большие странички, которые вы посещаете редко, смотрите, они все равно в сториз удаляются далеко, и в ленте они падают. Вы их не видите. Мы делаем как? Я смотрю по охвату, идет спад. Все, пошел спад, сториз начинает падать с просмотры, лайки начинают падать, и в статистике смотрю, что охват просто теряется на глазах. Сразу что-то яркое, что-то придумают так, как сейчас, чтобы мне перегнуть палку, надо что-то зацепить такое, чтобы сейчас задкомментировали. И все, я даю этот всплеск, они пошли, все, я сразу всех этих гадостных заблокировал, кто-то мешал. Все, клиенты появились, охват пошел вверх. На рекламе сэкономили. Так, основа всего детейлинга, философия детейлинга у нас, она начинает теряться. Если мы об этом будем говорить дальше, если таким же быстрым способом пойдет развитие детейлинга, Сергей будет обучать все больше и больше, онлайн-школа будет обучать все больше и больше. В этом будет плюс, потому что люди хотя бы будут образованные. Но если много будет необразованных людей, мы все равно скатимся к мойкам. На каждой мойке будет детейлинг. Соответственно, в плюсе будут только те, кто философию детейлинга будет как-то поддерживать. А философия детейлинга — это красиво, то есть это изначально должно быть красиво, это эмоции, это продажа. За услугой стоит то, что человек должен испытать. Это необъяснимо, но это работает. Как это работает? Москва, грязь, зима, реагент. На улице не видно ничего. Как пишут все, два метра и машина в какашках. Зачем вы вылизываете? Но приходит клиент за машиной вечером и говорит, а вот здесь вот мне пылинку протрите, а здесь диск, а вот здесь вот протектор чуть не дочернели, а вот здесь не почерните и все. И это то, за что он в основном платит деньги. Он получает радость, он смотрит на эту машину и так, и все. Потом открываются те ворота, и все, он доковылял до этого гаража уже в другом состоянии. Но тем не менее пылинки он протирал. И вот то, за что он заплатил, по большому счету, что его порадовало, это то, как он забирал машину, как его обслуживали, и что ему дали за те деньги, которые он заплатил. Это является философией. А дальше уже в это входит хорошее качественное помещение, правильно воспитанные люди, которые с этим клиентом общаются, и просто некое его удовлетворение и потребности человека, который платит большие деньги. Это вы можете сравнить. Сходите в обычный отель или в хостес, который дешевый, 500 рублей. И, соответственно, хотя бы просто, если нет возможности, побывайте в отелях 5 звезд. Например, 4 Seasons, либо вот из таких, из пятерок хороших. И просто посмотрите, какой уровень обслуживания. Когда разница в цене иногда 500 рублей и 32 тысячи рублей ночь. Соответственно, человек, который платит 32 тысячи, он хочет все-таки получить дополнительные эмоции комфорта. Вежливый персонал, супервежливый, улыбчивые уборщицы, которые проходят в баре, чтобы что-то ему сделали. То есть, вот это да, это работает. Но может быть какая-то фигня вот в таком бизнесе, вот именно когда ты работаешь уже с премиальными людьми, какая-то мелочь может испортить. Вот просто мелочь. Я просто расскажу на собственном примере. У меня мечта была побывать в Плазе в Нью-Йорке. Один из таких, из топовых отелей. И мы, персонал работает на отлично. Вот просто мы забронировали номер, хороший номер, не последний, не простой номер. И мы пришли с чемоданами чуть пораньше. И этот товарищ тоже хорошо обучен, смотрит на меня. И я английский не знаю, жена переводила. И говорит, а вы знаете, ваш номер освободится только через 4 часа. Но я вам могу предложить номер люкс. И смотрит прям так на меня, говорит, я думаю, вашей спутнице понравится. То есть она мне переводит. Но он, правда, стоит в 2,5 раза дороже. Но зато вы же, наверное, в Нью-Йорке. Это, наверное, была ваша мечта. И он начинает. И мне становится уже некомфортно. То есть, да, я понимаю, жена, я могу себя повезти. Но обстановка вроде мечта, вроде отель. Я хотел, я планировал. И я понимаю, что я уже начинаю вестись. И он говорит, там номер люкс, говорит, с видом. Один видит на 5-ую виню, а второй на Централ Парк вы посмотрите. И вы в него сможете затерзиться сейчас. И он такой говорит, ну, цена, да, чуть-чуть отличается. И все, 1900 долларов за ночь. По-моему, 126 или 127 тысяч получалось приблизительно. Он говорит, ну что, будете брать? И я чувствую, что у меня такое лицо, когда мне вот мои важные вещи кто-то сжал в одно место и держит. И мне вот так некомфортно. Я понимаю, что я хотел, я делал себе эту цель. И сейчас он мою цель разобьет. То есть, если я скажу, нет, не надо, я поеду, куда я заплатил. Я подумаю, что все, я уже все потеряю. Так работает очень хорошо воспитанный и правильно понимающий психологию персонал. Я говорю, Катя, кредитка есть? Он говорит, да. Говорит, давай, ладно, фиг с ним. Он говорит, хорошо, давайте. Он говорит, правильный выбор, вы настоящий дентельмен. Сейчас вот что проводят, все у нас проводят. Там номер такой, я понимаю, что это очень много. И все, к чему я это рассказываю? И я говорю, так, давай мы сейчас проверим по работе все дела. Говорю, какой Wi-Fi? Он говорит, слушай, Валер, не поверишь, тут Wi-Fi платный. Говорит, точка, я говорю, как платно? Платно, тут можно целую станцию купить в Москве и оплатить на 10 лет. Он говорит, реально платный Wi-Fi. 23 доллара подключения к скоростному. Да, это как раз вот та мелочь, которая может испортить все. Если человек заплатил, какие уже деньги? Ну, зачем ему вот эту мелочь попытаться продать? Современная реклама, какие каналы работают сейчас, какие каналы не работают сейчас, какие работают. Об этом поговорил. Не работает сейчас это Яндекс, не работает Google. Работает сейчас хорошо соцсети. Работает вовлечение, работает шоу. Вовлечение клиента продает лучше всего. Сейчас просто так продавать, бери, покупай, не продается. Вы должны сначала вовлечь клиента, чтобы он на вас подписался, расположился и дальше совершил покупку. Прямые покупки, прямые рекламы. Мы рекламой не пользовались давно, но все равно я какие-то тесты провожу. Последнее время я один раз в рекламу просто Инстаграма закинул 5000 рублей. Бесполезная трата денег. Не продает клиент просто так. И не вовлекается. Ему надо либо какой-то прям совсем трешевый ролик снять и показать, чтобы он зашел на него, подписался, вошел в ваш Инстаграм, подписался. Вы, соответственно, готовили продажу, а он ждал свою покупку, чтобы купить что-то. Просто от одних роликов станет скучно. Контент высокопрофессиональный, который делает хорошие фотографии, который при летном перерыве будет делать контент, чтобы вы могли забрать хорошие фотографии. Просто такой контент перестает продавать. Человек хочет видеть реальные, реальные фотографии. Человек хочет увидеть реальные истории, чтобы не было такого, как иногда бывает, отель строился, его один раз отфотографировали классно. Вы через 5 лет приезжаете в этот отель, видите, что он уже практически развалился, фотографии классные. Получается разрыв шаблонов и полный разрыв представления людей, которые туда ехали. Точно так же может быть у вас, что вы круто, все время приходит фотограф, вам каждую фотографию вылизывают, подчищают пол, делают его красивеньким, все вокруг классно выстраивают, приезжает клиент, у него четкий образ этой картинки. Куда он едет? Он видит этих красивых ребят, все там побритое, все начислено. А тут выходит в сланцах, ну что ты, давай сюда, и для него это страх. Поэтому фотографии должны быть реальные, если у вас реальные фотографии есть в перемешку. Человек смотрит, а вот красивая фотограф, видимо, поддела, вот фотография нормальная, видимо, вот нормальная сделала, вот сториз, значит, там вот так, как есть на сториз, и у него не происходит разочарование. Есть три этапа, об этом тоже расскажу, мы, в принципе, это тестируем. Первый этап, когда вы продаете по телефону, это должна быть самая лайтовая и самая простая продажа, потому что человек не должен почувствовать, что вы ему что-то продаете. Он должен, во-первых, почувствовать, что вы решаете его проблему какую-то, не продаете. То есть он обратился, здравствуйте, сколько стоит полировка керамика? Его проблема – полировка керамика. Вы ему отвечаете, что вот полировка стоит столько-то, столько-то, и дальше вы обязательно должны перевести это все в приезд, в приглашение. Но дополнительно ничего ему не продавать, иначе он почувствует перегруз. Соответственно, дальше он приезжает, он переходит во второй этап, когда ему можно еще что-то дополнительно предложить это может быть именно то что надо этой машине это этап номер 2 и третий этап это когда машина уже у вас когда она уже часть времени у вас побыла и вы набираете человеку и вы говорите что вы знаете мы сделали то что вы просили изначально на полировку керамику то что вы продали дополнительно когда он приехал это салон и потом вы ему говорите вы знаете вот без этой услуги вот все эти услуги но не совсем идеально а давайте вот еще диски и вот это, потому что и фотографируют, потому что это портит вид. Вот вы сейчас приедете, и вы увидите, что вроде все хорошо, они доделаны, а потом сами же скажут, ребята, а что это не сделали? А мы скажем, да мы же вроде как заказ-наряд сделали на такие услуги, на услугу номер 2, номер 3, а что вы мне не позвонили, не предложили? И это вы говорите человеку по телефону, вы же сами тогда расстроитесь. Соответственно, 85% что человек согласится. Скажут, ну давайте делаем уже машину у вас, и вы человеку еще работаете с его возражением. Вы знаете, сроки не увеличатся, мы вкладываемся в те сроки, когда вы планировали, но немного бюджет увеличится. Все это самые простые элементы до продажи. Вот можете их записать по очереди. Самый главный человек это менеджер. У нас был менеджер, мы на одном менеджере отработали очень много моментов, потом мы с ним попрощались по определенным моментам. Сейчас, поскольку вне сезона работы мало, сейчас директор, он как руководитель студии выполнял эти обязанности, потому что у него максимально хорошо получается продавать, и чтобы также сократить издержки, потому что вы понимаете, что вне сезона надо издержки сокращать. Сокращенные издержки это дополнительная прибыль. Но так получается, что компания, когда мало работает, сжимается сильно, а когда много, она сильно разжимается. Она вот так вот работает. У нас нет такого, что работы нет, все сидят. Я все равно все пообрезаю вокруг, лишнее вокруг, оставлю только самое эффективное. Я просто прекрасно, мы уже шестой год этим занимаемся. И вот то, о чем я говорю, я это все перевожу на менеджера. У менеджера есть оклад, есть процент от валового дохода, и самое основное это от допродаж. Это не тогда, когда клиент приехал, и он здесь ему вот этот список насчитал. Это входит в валовый, в валовую зарплату. А обязательно допродажи. Это когда клиент уехал, и вот он ходит, ему заняться нечего по студии, и он думает так, что бы сейчас продать, чтобы денег заработать, потому что машина уже здесь. И вот он как раз вот этот момент начинает продавать внутри студии. Этим же абсолютно не раздражает клиента, и этим же делает поток более стабильный. И получается каждый раз, что входящий чек вроде зашел меньше, я уже за него заплатил. А дальше он продает, да, продает, добавляет услуги, и человек не раздражается. И чек все время растет. Самое главное, я же говорил, и вот сейчас даже видеоролик выйдет во вторник про Сочи. Что такое школа? Школа – это не то, что пришел, сел ученик, и ты ему рассказываешь три дня. Так это делает. Прямо с девяти и до двенадцати. Он выходит, и он делает вот так вот. И все, его мозг говорит, дружище, внутри, ты куда меня привел? Чем больше ты его нагрузишь, чем меньше остается. Поэтому мы стараемся разбивать по этапам. И каждый раз получать от вас обратную связь, что вы услышали, и что вы, самое главное, что вы после того, как вы услышали, пойдете делать. Если на протяжении недели ничего не начнете делать, ничего внедрять, к сожалению, от мастер-класса через месяц останется только, да, немного-немного информации. Валерий, а по поводу вот этих роликов, ненормальных, нестандартных, да. То есть, чтобы создать такой ролик и запустить его в Инстаграм, на страницу. Ну, я понимаю, у вас уже там большой диапазон людей и подписчиков. Когда их мало, то есть, как его пнуть-то, этот ролик, чтобы он побежал-то по... Интересом. Вот самый простой ролик. Я к тому, что, как вы изначально посмотрели максимальное количество людей? Делали ремонт в квартире, взял я полировальную машинку, потому что плитку закосячили. Жена говорит, ну, ты что там что-то полируешь, возьми по три. Я взял эту машинку, включил, говорю, слушай, она так дрожит сильно. Я говорю, как же мои люди полируют. А потом я говорю, слушай, сними меня, я сейчас ролик в Инстаграм делаю. Она взяла, я этой машинкой полирую, по-моему, то ли 60, то ли 70 тысяч просмотров. Хотя мои тогда ролики больше пяти никогда не поднимались на личном Инстаграме. Немного прям было, и сразу же, по-моему, тысячи три подписалось. Все, ты просто вот идешь и думаешь. Вот чем более глупый ролик, тем больше его смотреть. Это как раз та функция самого Инстаграма, что он автоматически начинает этот ролик пропускать. А за счет чего этот ролик увидели люди? Как я уже... В фиштегах когда-то, что-то, что-то... Лайк, хэштейк ставить... И вовлеченность. Человеку было интересно, что я там полирую, и он, соответственно, его смотрел от начала до конца, и он разбирался. А если он хотел посмотреть, в чем я сижу, выпирает мне живот или нет, или что, чем он там делает, он еще раз просмотрел. Инстаграм это понял и начал его двигать. Хорошо смонтированный ролик в деталлинге, вот красивый, с прокатками, с лифтами, где все классно, подстановка света вообще никуда не попадает. Что ты ему не сделаешь. Вот приехал на работу, говорю, так, возьми букву да на круг, налепи и по капоту постучи. Я сейчас музыку включу, никто не полируйте. Это занимает у меня производство такого ролика на 10 минут. И все я сделал, вот сейчас уже под 100 тысяч просмотров. Делал вон Паша ролик с Фиатом, когда сначала все ругали-ругали, оторвите ему руки, засуньте ему там тысячи комментариев. Да, а вот в инстаграме ролик, тот, который был смонтированный, им профессионально на услуги, он вообще не пошел. А когда приехала машина, я вышел, вот приехала машина, вот смотрите, по 200 тысяч. Это все очень хорошо конвертируется потом в клиентов. Менеджеров, исходя из всего того опыта, что я уже прошел, без опыта мы брать вообще не будем, даже не рассматриваем никак. И со следующей недели буду писать видеоролики, сам вот поставлю камеру такую и буду записывать видеоролики по каждой позиции, как продавать. Я подумал, что за три дня я полностью все смогу отснять, все инструменты продажи, упакую в этот один файл, придет человек, я ему дам компьютер, чтобы он эти ролики с собой не забрал, посажу и он будет это все просматривать. Потому что обучать каждый раз это сложно. Кого-то мы брали из мастеров, переводили. До продажи это завышенная стоимость. Если услуга стоит 40 тысяч, он ее хотел продавать за 80, а остальные 40 тысяч, на которых обманывался клиент, делить пополам. Это в его понимании было до продажи. Мы подумали, что мы построим репутацию очень быстро, потому что это как коврики. Они в Тойоте идут в базе, менеджер выбегает, купите коврики 7 тысяч. Все понимают, эти коврики шли с машиной. Ну я просто, я образно, я просто образно все. И соответственно к дилерам такое отношение сразу начинает прививаться. Дилеры сейчас никто не любит, никогда их не любили. Самые большие потери у нас это когда меняется менеджер. Любой новый человек, который начинает контактировать со старыми клиентами, за собой влечет потери клиентов. И соответственно, когда человек привык к одному уровню общения с одним человеком, с более вежливыми, и тут вступает другой человек, который начинает что-то ему рассказывать новое, постоянного клиента, который уже сделал не одну машину, это просто взрывает. Поэтому многие думают, что менеджер это просто я взял кого-то и вот он сейчас будет продавать, телефон передал. Нет, за этим стоят большие потери. Мы ни одного клиента серьезного потеряли из-за этого. Когда я не всегда понимал, что был какой-то диалог, с ними он остался недоволен, и я на него не успел среагировать, и он просто сказал, ну ребята, я у вас пять машин делал каждую по 200 тысяч рублей. Молчал, ничего, только узнавал стоимость, и говорил, хорошо, делайте. И реагировал все вот так вот. Сколько там, ты ему говоришь, он так приезжал, делал. А потом по УД Рейндж Ровере что-то мы не то сказали, один раз сказали, второй раз сказал, не то менеджер, и все, и он больше не приехал. И менеджеру этого надо, чтобы он где-то дополнительно развивался. То есть ему той информации, которую вы передадите, будет мало. Это основной человек. Я вас полностью понимаю в регионах. Вы руководствуетесь двумя правилами. Если человек, даже который без опыта к вам пришел на эту позицию, если он сам себя не продал вам на работу, он вам ничего не продаст. Он может быть без опыта. Понимаешь, вот так получилось, что у него опыта продавца нет. Ну работал он водителем где-то. А потом он понял, что получается у него продавать. И вы пришли, и вы заметили, что он себя преподнес, продал и закрыл. Вот вы его берите тогда и просто обучайте ему. Сначала в детейлинге, но обучайте, и все равно вы хоть что-то прописываете. Хоть какие-то документы, хоть какие-то контракты делаете. Мы практикуем это, удержание с учениками на 3 месяца работает. Как-то не странно работает. Сейчас есть парень, который там, за сколько на школе работает большой? 15 тысяч рублей, третий месяц. Да, его тошнит уже скорее всего от детейлинга, но он просто ввязался в это. И его приходится толкать, что вот делай все. Но тем не менее, если таких два человека, вы в большой компании какую-то часть закрываете за счет этого. Это нормально. Я прекрасно понимал, зачем он ушел. У него своя мойка, ему нужны были знания, ему нужен был опыт. Мы еще изначально правильно это поняли? И мы сказали, ну хочешь вот такая, ты же за этим пришел, за знаниями, за деньгами. Он сказал, хорошо, ну вот, давай 3 месяца. Я ему каждый раз говорю, ну слушай, ну я хочу тебя выпустить как нормального мощного сотрудника. Я не хочу, чтобы ты портил потом мне репутацию. Ты давай показывай результат. Ты зачем сюда пришел, чтобы сидеть? Он большой такой, вы увидите, сегодня, по-моему, я это. Он большой говорит, да, мне надо дело. Я говорю, ну что ты одно сидение это делаешь? Надо больше, надо сильнее. Вот он как раз этот фиат и сделал весь. То есть такие люди тоже должны быть. Самые лучшие варианты запоминания это информация, визуализация, примеры. Я хожу по кругу, то есть я даю информацию, ухожу, визуализацию, что вы представили и пример. Только тогда человек может унести, то есть больше знаний. Сам РИД называется самый известный завод в России и во всем мире. И там делают бронированные машины. Это сложнее там взять специалистов, которые будут варить капсулы для этих машин, работать с очень дорогими машинами. Они перерезают, то есть вот представьте, если есть, они берут 222-й Мерседес, они его разрезают, удлиняют и варят капсулы. То есть все провода надо соединить. Там же есть провода экранированные, надо удлинить трансмиссии, потому что они полноприводные. То есть это очень тяжелые, серьезные работы с новыми машинами. Плюс много, они изготавливают сами стекла, выливают и вставляют. Но дело не в этом. Нас пригласили, чтобы мы обучили персонала и не болтали сильно языком. И у них есть серьезный порядок. Да, Серега, вот расскажи, вот ты там был, тебе виднее, потому что я буду его тогда пересказывать. Так, ну да, Валерий все правильно сказал по поводу компании. Компания очень серьезная, чтобы понимали возможности технические, и компания может сделать любой элемент салона автомобиля заново. Допустим, там делается какой-нибудь крузак 200 и варивается капсулы, но уменьшается панель. Заново панель изготовляется, она один в один, как оригинальная, только уменьшенная копия там на 8 сантиметров, по-моему, целиком. Что касается порядка, компания делает полностью весь спектр работ, начиная там от разборки автомобиля, заканчивая сборкой и маляркой. Идеальнейшей малярки и вообще идеальнейшего порядка, ну, и сервисов встречали только там. Достигается, во-первых, это очень жесткими инструкциями, прям реально жесткими инструкциями. То есть каждый сотрудник знает, где на каком месте должен лежать тот или иной ключ, что делать в случае того, что этот ключ сломался, то, что надо подойти там сообщить там старшему мастеру, старший мастер сообщает человеку, который заказывает этот инструмент и так далее, и так далее. Очень строго прописаны все нормативные работы, как необходимо с автомобилем работать, что можно разбирать, что нельзя разбирать, куда все вот эти вещи складываются, как складировать элементы автомобиля, как подписывать, то есть там применяется так называемое полочное хранение, чтобы там потерялась какая-то запчасть, ну, это из ряда фантастики. Да, но достигается это все очень жестким способом, который, в принципе, поначалу многим сотрудникам не нравится. Потом люди, когда начинают в этой системе работать, они понимают, что так и работать намного проще. Наверняка знаете компанию Major, автомобильную компанию. Это раньше была, наверное, самая крупная компания в России, но в то же время самая серая, наверное, компания. Допустим, продавцы, которые работали в этой компании, Manager, они считались одними из самых лучших продавцов, потому что, во-первых, была очень жесткая школа подготовки в компании, чтобы было понимание, менеджер должен был знать наизусть каждую техническую характеристику автомобиля. То, что продает, объем топливного бака, сколько весит тайная модификация, коробки и так далее, и так далее. То есть, менеджер знал вообще там все. Эти строгие регламенты, не знаю, кто у кого повторял, но, в принципе, в Нижнем Ногороде они сделали то же самое. То есть, любой сотрудник, он от А до Я знает, что делать. То есть, там нет такого, что человек ходит, как робот, не знает, куда прийти, где какой инструмент там это брать, где что пилить, какой диск там обставлять и так далее, и так далее. Но, опять же, достигается все очень жестким контролем. Приезжает Сергей с Алексеем, я говорю, знаешь, по-моему, у нас нет бизнеса. Я говорю, как? Я говорю, да нет. Он говорит, ты представляешь, там люди выходят курить и делают отметку. Вышло во столько, ты во столько зашел. И мы начали работать. Хорошо, для того, чтобы создать элементы управления людьми, штрафные наказания, надо создать элементы, по которым человек должен работать. То есть, технические карты, инструкции и полностью весь регламент. А оказалось, что это создать непросто, что на это требуется время. А мы поняли, что время ни день, ни два, растянулось все приблизительно на год, потому что это надо тестировать, проверить и внедрить. Да, мы потом поняли, что это мы дополнительно еще можем продавать, потому что, ну как, сделали рекламу, документы выставляем, мы их покупаем, есть какой-то оборот, это улучшается. Потом мы начали прописывать штрафы. Мы поняли, что это тоже не так-то все просто внедрить, хоть немного людей. Потом начали внедрять по чуть-чуть, потом перенаписывать, потом поняли, что штрафы нельзя называть штрафами, потому что в России нельзя штрафовать людей. Бонусная система. Что мы сейчас смогли этому достичь? Ну, появился график. Раз. То есть опоздание, все это прописали, сколько можно. Появилось то, что ничего нигде не валяется на полу. Все на подкатных средствах, на тележках, стульчиках. Появился порядок в инструменте, в материалах. Материалы выдаются со склада, списываются, сдаются, потом обратно. Я думаю, что мы полностью пресекли любое воровство и любой перерасход материалов. Сначала мы начали все делать на бумаге, потом перевели в программу. Сейчас в программе все контролируется, складывается. Снизился расход материалов, появился порядок, появилась прозрачность. Сделали дополнительный склад. Склад открывается в определенное время, закрывается. Можно взять материал, все. Такого нет, что каждый бегает и берет, что ему хочется. Берет круг, нет. Это мы тоже все сделали. Затем мы начали внедрять технические карты по мойке. Вот если мыть правильно машину так, значит так ее моют. Это сложно, потому что если у вас большие мойки, обучить мойщиков, чтобы они делали все так, но это колоссальных стоит трудов. Сделать, чтобы мойка работала. Это даже не знаю, как людей надо воспитывать. И дальше все прописали. Все то, что мы повторяли по множеству взрослых. В какой туалет ходить, как одежду убрать, куда ее класть. Порядок появился. Это реальный порядок появился. ЗП, как правильно формировать? Пробовали по-разному. Решили, что самым удобным способом будет оклад плюс процент. Кто официально оформлен, два раза в месяц приходит официальная часть. Соответственно, а вторая, неофициальной в России нет, это бонусы. Оформляем после испытательных всех действий. Но стараемся, чтобы каждый сотрудник, который попадает, у него был договор, прописаны условия, подписан лист правил поведения, лист материальной ответственности, что если вдруг он что-то сломает, что мы хоть как-то могли себя обезопасить. То есть документально мы вглубились достаточно хорошо, чтобы это представлял собой бизнес. Без документов, к сожалению, мы устали от этого. Приезжает машина, ей на выставку, образно завтра. Приезжает она в пятницу, ей завтра на выставку, она с ремонта дисков. Диски покрасили в RLD, мустанг, берет ученик и начинает диски чистить. У Айспиритом. Что-то стирается, ну стирается. Стирается краска свежепокрашенная на диске. И пол диска этого оттер. Одного и второго. Мы понимаем, что завтра машина на выставку, выставку не перенесешь. Она должна заехать сегодня, потому что там будет все занято. Она уже не заедет на выставку. Там есть определенность загрузки помещения. Помнишь, Кость? Мустанг идет на площадку смотра. Давыдович тогда еще был. Мы все что делать? Снимаем эти диски, давай красить. Этот клоун да-да-да, на следующий день его нет. Он понял, что он ничего не должен, ничего не надо. Потом перешли в эту студию и начали сталкиваться с этим достаточно часто. Начали писать материальную ответственность, чтобы человек уже не слился, чтобы хотя бы был какой-то инструмент управления. Потом поняли, что мы этим не успеваем заниматься. Мы взяли HR, который контролирует полностью всех людей. Кто кого, кто откуда пришел, кем взят, где работают, паспортные данные, телефоны ближайших родственников, где жил, рекомендации. И все это в отдельный файл и уходит. Все это у меня есть. Сейчас, чтобы попасть сотруднику, тоже вам будет интересно, сейчас просто так уже никто не попадет. Обязательно сначала встречает HR. У HR есть свои бизнес-процессы. Она понимает, как с ним общаться, что показывать. По каждой вакансии есть требования. Требования пишу я, Сергей дополняет, ну и дальше мы их собираем. Какой возраст, какой город, национальность, все, она делает отбор. Желающих работать очень много, очень много даже за бесплатно. Нам нужны именно не бесплатные люди, потому что их вымоет он пол дальше, что трубы все перетрет, все подкрылки почистит. И, соответственно, полностью этот человек сначала заходит, в HR все проходит, она его одобряет. Если он через нее проходит, через ее требования, это грубая воронка. Потом она показывает мне в WhatsApp. Говорит, есть вот такой вот человек, мои рекомендации по этому человеку такие-таки. Я смотрю, да, вроде нормальный, хорошо, давайте его на тест. Он приходит на тест, общается с ним с Сергеем, показывает, что он умеет, не умеет, как делает. Если Сергей говорит, да, но можно попробовать, мы берем на испытательный. Испытательный проходит, дальше начинаем уже разговаривать о том, о каких-то условиях, о каких-то требованиях. Все, вот так вот. Сейчас ищем человека. Сначала Марина, потом Сергей, если это, вот нам нужен в школу еще один человек. Потом Сергей, потом я. Общаемся, пытаемся мониторить, спрашивать, интвичить, как можно больше. Как можно больше времени вы потратите на подбор персонала, даже в регионах, я понимаю, что там сложно. Но вы очень много ошибок совершите потом. Один неправильный человек – проблема. Мы столько раз обжигались, такой колоссальный опыт и по магазину, и теряли очень большие деньги, потому что, ну, просто иногда я либо слезам поверил, либо вот этим горящим глазам, за которыми опыт не стоял. Да, горят у человека глаза. Он говорит, да, я все сделаю, я люблю компанию, я готов ваш логотип лизать прям. Это глупость было брать такого человека, потому что, кроме этого, он толку никакого нами не дал. Я готов бесплатно там работать, потом это бесплатно пришло в деньги, потом в чуть больше деньги. Это все переходило, переходило, а мы не получали того, что надо. И бесплатный человек оказывался хуже, нежели было взять сразу платного, хорошего, нормального. Прям берите вот его внимание. Вот подбор персонала – это одно из самых важных. Зарплаты все просто. Мы платим мастерам 20 тысяч оклада и 20% от любой услуги. Если человек приходит ранний, 10 тысяч оклада – 10%. Дальше поднимаем 15 тысяч рублей. Максимально, что можно заработать, в нашей студии мастерам, больше, по-моему, 130 тысяч никто не зарабатывал. Может, там 140 тысяч рублей с каким-то дополнительным. Это мастер. Все это предел, вот мастера в компании ограничить. Все больше он умрет тогда. Да, Серега, больше? Ну все, это потолок все. Он не может при нашей политике, при соотношении баланса заработать больше. Мастер, который работает сам, ездит с полировкой приблизительно, ну не всегда он на эти деньги выходит, потому что за счет нестабильности, за счет расходки, которые он покупает, за счет того, что у него не получается работать хотя бы в каком-то графике. Тут хотя бы график есть в сезон какой-то. А там он не успевает, клиенту надо отдать, он задерживается до 5 утра, у него здоровье меняется на деньги. Обучение, миссия компании, планерки. Планерки я не всегда провожу, потому что я в один прекрасный момент понял, если я сильно вмешиваюсь и даю полный доступ к сотрудникам, соответственно, моя важность и значимость, и элементы управления теряются, если я слишком много вещаю. Казалось бы, да, должно быть все по-другому. Чем больше ты занимаешься коллективом и общаешься, чем должно быть все лучше работать. А она по практике показывается по-другому. Чем меньше я там, чем лучше все работает. Но я там по-другому, потому что есть руководящая должность, есть Сергей, есть Алексей. И я больше с ними контактирую по студиям. Я приезжаю иногда, все налетают, что-то начинают спрашивать, какие-то вопросы свои решать. Если я их решаю, да, это хорошо. Если нет, я их перекидываю. Но такой элемент управления, именно у кого много людей, он гораздо интереснее. Если вы будете там от зари до зари сидеть в своем бизнесе, я просто жалко, что я это понял сейчас, а не тогда. Если вы будете там сидеть от зари до зари, вас никто не будет воспринимать, вы будете не руководителем. Вы будете, давай, братан, пойдем чай попьем. Сейчас что-то. Да, сейчас дополирую, и мы с тобой поговорим. Вот так все будет. И вот эта дистанция сильно сблизится. Пенебратство восторжествует, дисциплина упадет. То есть это важный момент, это реально важный момент. Вы можете подумать, что казалось бы, ну как, я должен быть там? Вы должны быть там на запуске, но вы должны отстраивать систему все, чтобы система начинала работать, когда вас там уже нет. Согласен с этим, Серег? То есть вот скорость нашего развития пошла, и дисциплина тоже увеличилась. Удержание, увольнение сотрудников. Лучше удержание, нежели дисциплина. Тоже, наверное, формулу, которую вывели. Все мотивационные вещи, которые я иногда излагал в общий чат, они в одно ухо входили и приблизительно со скоростью света вылетали даже. Даже не оставались. Они не нужны. Мотивация есть следующая. Опять же, мы берем только по уровню развития каждого мастера. У кого-то есть мотивация, дисциплина, деньги, все. Ему больше ничего не надо. Ему не надо ваша политика, компания, производство, сказки, что вы выстраиваете, бизнес-схемы, все. Ему нужны деньги и дисциплина. Деньги завтра, сегодня работают. Все, это хорошо работает. Дальше начинается рост людей. Кому-то нужны и деньги, и дисциплина, и развитие. Потому что, ну зачем тогда? Деньги как? Зарабатывает, тратится, зарабатывает, тратится. Тут уже нужно развитие, чтобы двигаться дальше и уже получать какое-то удовольствие. И это отстраивается все вот так вот. Вы должны понимать, на каком этапе, с какими людьми, на какую тему вы разговариваете. Не менять их местами. Это очень серьезная ошибка, которую я когда-то раньше совершал. Вот реально записывайте. Вот это записывайте, потому что это можно применять и сразу же идти правильным путем. Чем нужна автоматизация? Почему они так говорят? И есть ли вообще в детейлинге автоматизация? На что она походит? Автоматизация, это тут, наверное, два самых ключевых и таких ярких момента. Первый. Автоматизация понижает издержки. Издержки – это прибыль. Если вы тратили на изготовление стула 10 тысяч рублей, а продавали его за 15, значит, вы только 5 зарабатывали. Но если вы начали тратить на изготовление стула уже 5 тысяч рублей, вы начали 10 зарабатывать. И при всем при этом, что вы начали время меньше вкладывать, потому что это все автоматизировалось, ниже бы вы делали сами. Поэтому автоматизация, жалко, что ей начинает заниматься потом. Чем более бизнес развит и чем быстрее он развивается, чем сложнее потом эту автоматизацию внедрять уже в те механизмы, которые устоялись. Даже исходя из точки зрения руководителя. Руководителю самому тяжело уже автоматизацию принимать, когда он привык, что у него ее нет. Поэтому ее вы внедряете на самом раннем этапе. Просто браться за какие-то большие куски глобальные не рекомендую. Рекомендую сначала сделать по-мелкому. По-мелкому это, ну хотя бы доставку стаканов автоматизировать в офис. Чтобы она как-то делалась сама. Чтобы не надо было каждый раз брать телефон и говорить мне 100 стаканов, либо 200, мне 10 пакетиков чая. Чтобы хотя бы какой-то сотрудник, которому это доверили, уже делал без внимания руководителя. Самая большая ошибка, когда руководитель участвует во всех мелких процессах. Везде он. И самое интересное, что ему не хватает времени на самое важное. Ему казалось, ну зачем мне, если я же могу сделать это, купить там бутылочку, круг заказать, фотографию сделать, счет выставить, закрывающие документы сделать, позвонить клиенту. И все. И получается, ну не руководитель, а много руки, многоног, у которого везде все не так где-то. А задача руководителя каждый день сокращать то, чем он занимался раньше, чтобы кто-то это делал. И этот кто-то тоже это умел делать автоматизировано. И тогда происходит развитие. Каждый раз вы поэтапно начинаете расти. Ступенька за ступенькой все время выше. И потом вы приходите с первого этажа уже на третий по этим ступенькам. Вы смотрите, что два этажа-то уже работают, а вы на третьем. Вот вы просто подумаете и сейчас себе запишите. Вот вы приезжаете, с чего вы можете начать автоматизацию. Вот самые даже первые моменты, которые вы начнете внедрять. Как вы их внедрите? Свой пример. Сначала меня до одного прекрасного момента достал этот телефон. Это давно было. Я его сразу же отдал. Окей. Думаю, нет телефона, уже отличный. Потом думаю, материалы надо эти скинуть кому-то. Все, уже кто-то эти материалы скидывает. Потом думаю, так, надо, чтобы еще кто-то людей учил. Появился Сергей. Потом думаю, ладно, появилась школа потом. Потому что мы не думали, не планировали вообще этим обучением заниматься. Это просто как. Кто-то изначально делает инфобизнес, не имея свой бизнес. А мы сделали по-другому. Мы делали школу и обучение, обучение для того, чтобы себя учить и развивать. А потом поняли, что появился спрос на это и решили в этом также отдельное направление делать. И все. У меня сейчас в моем этапе сейчас развитие уже масштабное. Я думаю сейчас, как открыть еще пять студий. Что мне надо сделать, кого привлечь, как составить договор. Я понимаю, что это уже работает достаточно хорошо. Единственный момент, который у меня сейчас еще не нравится, это то, что я занимаюсь Инстаграмом. Это то, что мне не нравится. И то у меня уже появились модераторы. Не то, что занимаюсь, отвечает менеджер, клиентам. Я покажу, кто на премиальном пакете и покажу, куда приходят заявки, как они обрабатываются. Я там могу только нагрубить, нахамить. И мне из-за этого ничего не будет. Это я делаю прекрасно. Но производством контента занимаюсь я. И это у меня также отнимает время. Потому что я понимаю, что этот этап я тоже могу автоматизировать, хоть он и сложный, потому что у меня есть свой стиль, свое вещание. Я чувствую рынок, когда это надо пост делать, о чем он должен быть, какие фразы. Но тем не менее, сейчас уже постепенно начинаю это все дело передавать, и тоже получается. И когда еще я это передам, тогда я, можно сказать, уже буду полностью свободный от студии и школы. Я возьму специально отдельного человека, который будет заниматься именно производством контента постоянно. Будет в школе фотографировать, будет снимать, делать обзоры. Надо, чтобы он понял, как это я делаю и что-то от себя внес. Я видел, есть такие интересные парни, они внедряли девочек, вот то, что я когда-то пытался сделать с девочкой, которая будет развивать, они также внедряли девочек, которые своим интересом и харизмой цепляли аудиторию и все время рассказывали про давай услуги. Потому что не все мне нравились и не должно мне быть много, этот баланс тоже надо соблюдать. Где я, а где услуги. Сильно мне цепляться, привязываться к компании стопроцентно тоже нельзя, потому что львые мои действия будут завязаны на компании. Я где-то косичну, все, компания потеряет трафик, лиды. А так нельзя. Нельзя подвергать компанию своему авторитету. Все закроется, потому что везде я был. Вы должны это понимать, это второй минус бренда. Все, кто за мной следил, кого я вдохновлял, мотивировал, привлекал. Все. Технологические карты начали писать для того, чтобы устанавливать тайминг на услуги. Ну почему, если химчистка должна делаться образно полтора дня, почему она сделается в два с половиной дня? День теряется, день теряется на издержках. Разбиваем весь персонал, стоимость всего, что у нас есть. На один день мы понимаем, что два с половиной дня вообще невыгодно делать, лучше не брать. Все, начали писать карты, в карты начали прописывать. Хотите, заходите в наш магазин, покупаете, хотите сами их пишите, эти карты. Попробуйте разные варианты. Написать их, это сложно. Это реально сложно. Сначала Сергей частично кидает какие-то информации, потом я правлю, смотрю, потом Алексей смотрит. В конечном итоге уже начали отдавать редактору, чтобы он красиво это сделал, наши ошибки, ляпы и, соответственно, сгруппировал. Целый этап работы каждого документа. У нас есть, по-моему, полировка, химчистка, пленка, мойка. По менеджеру мы их постоянно меняем. В менеджере мы поняли одно, что мы сильно много документов наделали, и их просто самому нереально изучить. Я даже их проверить иногда не могу, то, что я написал, потому что оно формировалось, с каждым менеджером я дописывал, дописывал, кидал в папочки, а потом, когда менеджер приходит, я лезу эти папочки, понимаю, что я не могу в этом же разобраться, а новый человек в этом утонет, потому что они все не отформатированы, информация разная, информация обновлялась. Я хочу, говорю же вам, с понедельника записать видео, взять камеру и по каждой услуге, как продавать, сделать тезисно, все то, что буду записывать, подчеркну тезисы, придет человек, я ему эти видеоролики буду давать. Если у него какие-то услуги будут сбой, я просто буду перенаправлять опять на прослушивание этого ролика, как урока, на обучение, потому что так будет и зрительная информация, глаза, слух, и будет смотреть и риторика, моторика, то, что он записывает, еще будет. То есть все элементы будут воздействованы. А заставить документы изучить не работает. Заставить по скриптам работать не работает. Только какие-то базовые функции, чтобы он придерживался каких-то. То есть приветствие, как правильно сказать, как попрощаться и на каком этапе клиента приглашать. Какой тайминг разговора. Но все равно это все индивидуально. Вот допустим, я вчера прослушивал звонки, вот как Алексей, он сейчас заменяет директора, отвечает на звонки. Я даже понимаю, что человек, который с самого начала все полностью знает и все равно влияет на это настроение, влияет на звонок, что он делал в тот или иной момент. Если он чем-то был занят, где-то отвлекался, значит разговоры уже заторможенные, потому что он отвлекался. Если в тот момент, где его поймал звонок, он был в другом месте, и когда человек спрашивал, что входит в ту или иную услугу, он говорил это все по памяти, что-то он забыл уже, не дорассказал. То есть мы поняли, что на это надо брать нам входящий звонок на отдельного человека, который конкретно будет перед компьютером сидеть, чтобы обработал этот лид максимально качественно. То есть это целая история. По картам, если он конкретно начнет работать, у него будет узкая специализация. И вот когда вам звонит девочка из Бирдбанка, просто поменяйте ее скрипт, задайте ей вопрос, который в скриптении, это вы увидите, как этот компьютер зависнет. «Здравствуйте, я вам д-д-д-д-д-д», она называет по скриптам, потому что она знает, что ты ее будешь слушать, и ты ей что-то говоришь не то, либо спрашиваешь, мне надо уточнить, и она переходит на уточнение. Все, потому что она другого не умеет. Следующий момент, поскольку клиенты в основном все премиальные, и они прекрасно понимают, кто на том проводе висит, специалист либо нет, впаривает, либо не впаривает, либо разводит, они это хорошо фиксируют. И они заигранный разговор, наигранный, и 100% отработает, не приветствуют. Вот когда человек сможет войти и стать другом клиента, быстро в разговоре, ну, он почувствует просто, что его не обманывает, он тогда переведет его в сделку. Тут скрипты у менеджера, к сожалению, 100% не будут работать. Вы, наверное, узнаете, да, Сергей, я как в салон приходишь, машину покупать, либо смотреть, как этот менеджер вас раздражает. Ну, просто он вам мешает. Он не приходит, не спрашивает, слушай, ну, что там, сколько денег, да, на что рассчитываешь, в кредитнике, скажи честно, да, я вот рад тебя видеть, что ты зашел сюда. Тебя елозит по тому, как тебя учили. И тебе это просто взрывает. Точно так же здесь. Я видео запишу, это будет скрипт, только другой чуть-чуть. Не бумажный сложный, а больше другой, чтобы он понял, вот именно, и начал мыслить визуально. Я ему расскажу, что продавать услугу просто полировкой, крамика не продается. Человеку надо объяснить, вот представьте, вы едете на своей машине, а она реально классная. Она классно блестит. Вот вы приходите к ней и видите, что вы заплатили деньги. Человек начинает визуализировать, так, друзья, гордость, я самец, машина блестит, сейчас денег и все. И вот это вот человека заставляет покупать. Рассказывай ему, керамика, три слоя, будет защищать, там то, чуть заблестит, все, ему это не надо. А зачем мне 40 тысяч платить? Так блестит вам. Берете, пишете, просто берете, либо их покупаете, редактируете, либо берете определенные услуги и записываете, что происходит, фиксируя каждый нюанс по услуге. Дальше каждый раз корректируете, даете сотрудникам, чтобы они по них начинали работать. Первая наша попытка была незнание. Почему я всегда говорю, что лучше поехать, заплатить 5, 10, 50, 100 тысяч, но узнать. Я частично этим руководствовался. Раньше частично думаю, ну я же умный все-таки, ну вот все дураки, а я умный. Вот у всех плохо, они с ошибками ведут свой бизнес, а я классный, у меня все получится классно. Это обманчиво. Нашли человека, который 1С. Мы в 1С вообще ничего не соображали. В 1С мы, я сейчас не могу посчитать, но точно за 3 миллиона, мы потратили в разработку всей этой фигней. Если бы не раньше бы сказали, я бы, наверное, этим бы не занимался. Ну просто так получилось, что поэтапно он прекрасно понимал, где мне надо обманывать, где я зависну, где я буду нуждаться в нем. Я не знал, но почему же мне на тот момент не собрать было 5 человек, которые занимаются в 1С и с каждым не пообщаться, а потом сложить эту информацию и сделать, кто врет, кто нет. Я первым уже поверил, начал в это все внедряться, углубляться, делать. Я понял, что мы чем больше зарываемся, чем тяжелее идти и чем сильнее хочется бросить, и бросить не получается, потому что уже деньги сделаны и цель не достигнута. Но тем не менее, мы доделали эту 1С, она работает сейчас. В целом хорошо. Полностью наш продукт прописан, кто пойдет в студию, покажу, как работает. Встал вопрос к телефонению. Говорю, ну как телефонению? Ты что, не видел, как менеджеры с трубками ходят? Давай вот этот телефон сейчас внедрим. Мне показалось, что я-то еще видел в 2005 году, когда менеджеры ходят с радиотелефонов. Думаю, тут тоже будут эти телефоны? Думаю, а по-другому, чтобы там мобильный как-то свой куда-то... Не-не, вот телефон и то, что вот есть интернет, работает связь, айпи-телефон нет. Потом какие-то штучки, говорит, покупает. Все, вот эти трубки хорошие купи. Вот сейчас мы сделаем. Сделали. Ничего вообще не работает. Интернет плавает, то его не было, то он не подключается, то вылетает, то нет переадресации, то записи нет. Я понимаю, что это не то. Говорит, ладно. Я говорю, ну скажи, может что-то современное есть? Ну да, есть современное, есть мегафон АТС. Давай мегафон АТС, давай. Чем? Покупаем эти карты, регистрируем договора, платим за обслуживание. Раз, 10 заплатили. Два, заплатили 15. Еще 10 не работает. А что не работает? А оказывается, мегафон только пишет с 1С, только если через компьютер звонить. А если исходящий делается с телефона, он не записывается. Я говорю, а смысл мне туда, если у меня исходящие не пишутся? И если нет интернета, по-моему, там тоже с мегафоном есть, он не записывается. Это на тот момент, когда мегафон был. Я говорю, ты понимаешь, что мы деньги тратим, а у нас мы купили телефоны сразу всем сотрудникам. Решили школу разделить, чтобы школа была отдельно, записывалась, сделать общую базу. И потом мы купили все каким-то мы этими божьими усилиями настроили, а потом поняли, что каждый номер надо еще проплачивать отдельно, что нету одного, откуда бы списывались деньги на все номера. Надо следить. Этот вырубился, этот заблокировали, этот соскочился с системой. Номер взял и отвязался, почему от этой программы надо заходить. Я понял, что вообще что-то не то. Я опять в этот офис. А офис как? Я как учредитель, у меня надо делать доверенность, чтобы директор писал, потому что право подписи не сделали. Мне надо брать доверенность, чтобы они могли что-то сделать, либо директора отвлекать. Он должен ехать в этот офис со всеми учредительными документами, потому что телефон, телефонии. Я вообще, я очень сильно расстроился. И потом думаю, ладно, пойду я дальше читать, что вообще пишут про эту телефонию. Смотрю в Beeline. Я в Beeline звоню, я говорю, ребята, я очень сильно наелся мегафона. Я говорю, вот это работает? Он говорит, да вообще без проблем. У нас все круто, очень работает. Я говорю, что серьезно? Да. А что-то куда-то заполнять надо? Да говорит, нет, берите паспорт вам оформим. ЭТС, все сделаем вот на себя. Вот номера. Да номера тоже все просто. Вот возьмете номера, а что-то там заказывать надо? ГДНС заказывать, я тебе по почте пришлю. А курьером? Приехал курьер, привез номера. Мы установили, записали приветствие, все сделали, работает идеально. Вот вообще все идеально работает. Все исходящие, входящие пишутся всегда, списываются с одной мастер-карты, счет вот на нее кладешь, ничего нигде не глючит, все это входит в 1С, не надо никаких трубок, любой телефон, вот хочешь, если есть у сотрудника, просто через переадресацию можно. А так вот у нас телефоны есть, у нас три телефона, у нас студия, школа и онлайн-школа. Переадресация работает. Один телефон оставил в студии, другой номер взял, другую трубку. Быстро зашел, переадресацию сделал, второй работает. Просто чтобы не надо было трубки менять. Работает везде. Все, берите во внимание, нужна будет телефония, Beeline. Идеально, вот реально идеально. И приветствие любое вставлять, да, и кнопки, и там мультифон настраивается. Все звонки пишутся, потому что клиенты часто обманывают. Клиенты часто говорят одно, а по факту другое. Обвиняют сотрудников, когда они ни в чем не виноваты, начинают придумывать истории. Взял, прослушал, все решил. Послушал, как общается, понимаешь, где надо подкрутить, где надо удалить. CRM. Пробовали разные варианты, что мы только, да, CRM, не пробовали. И сколько раз мы уже не подключали. Пробуем методом проб и ошибок. Пробовали, заплатили, зарегистрировались, разобрались, не подошло. Пробовали 1С, столько промучились, вложили столько денег. Мы понимаем, что функционал в 1С, он просто неудобный. Ну, невозможно смотреть на то, что там происходит. На эти шрифты, на эту старую программу невозможно. Потом рекомендовали Bittrex 24, решили в этот Bittrex, посмотрели, ну, очень как-то нам не то. Он не интегрируется, не соединяется. И все. Мы опять вернулись к AmaCRM. В AmaCRM все настроили. У кого я настраиваю, рекомендую, даже если у вас 2 сотрудника либо 1 сотрудник, чтобы шло все через CRM, вы создавали эти контакты и у вас была массовая рассылка по клиентам. AmaCRM. Дальше я поставил задачи. Я говорю, я хочу, чтобы было все в одном месте. Меня спрашивают, что такое в одном месте. Я хочу, чтобы все заявки с WhatsApp залетали в CRM, чтобы все заявки с директа падали в CRM, чтобы все звонки писались через CRM, чтобы все заявки, которые с сайта, со всех лидов, также собирались в одном месте. И я это все видел. Методом небольших денег, большой работы, настройки мы это сделали. Настроили CRM. Здесь Instagram, звонки. Очень удобно. Можно делать карту клиента, перетаскивать, сделки, все формировать, все в одном месте. Базовая рассылка, понимание всего, плюс даже можно стоимость входящих лидов, то есть чеки, которые закрывает менеджер, там ввести. Вся статистика, даже в AmaCRM, по-моему, есть еще таргетовая реклама. Крутейшая вещь записывайте. Записывайте в настройки, не жалейте. Да, AmaCRM. Да, вы ее не пропустите. Это одна из самых важных информаций. Если бы мне кто-то, как бы вот я, как вы ко мне пришел, сказал бы, что надо вот делать так, так будет правильно, а не заниматься вот той порнографией, я бы все-таки сделал бы, сэкономил очень много времени. И самое интересное, что этот продукт очень современный, они каждый раз его доделывают. Вот когда начали пользоваться заявки, немного тормозили. То есть была задержка, когда падает заявка в Директ, в Инстаграм, и задержка была, то есть там он открывал ее, заявку, а в телефоне она не показывалась открытым. Там он отвечал, а здесь не открыто. Я захожу в Инстаграм, вижу заявки не обработаны, а в CRM-ке они обработаны. Либо она зависала, и клиент говорит, что вы мне не отвечаете два часа. А я ее туда увидел, а в CRM-ке еще не увиделось. Не понимал. Вот такие были сбои. Сейчас это все наладили, и хорошо работает. Мы решили сделать это что, что у нас будет два человека. Один человек будет конкретно сидеть за компьютером, обрабатывать все заявки, вбивать туда каждого клиента, обзванивать хорошо, и передавать менеджеру. Но менеджер уже изначально тоже в телефоне открывает, и уже о клиенте видит, что, где, о чем, о чем была речь. Также в этот разговор подвязан телефонный звонок. Понимаете, как это удобно? Сидит девочка за компьютером, возможно, я дистанционно куда-то закину, в другой город она будет сидеть, мне не важно. И она смотрит, что 4 месяца назад звонил Петр, хотел сделать их 6-й приблизительно весной. А на джиг звонок его, что он хотел, прослушала, сделала пометочку, так он хотел это и это, посмотрела его данные, что он там, когда он еще звонил, потому что все равно все прошло. И говорит, алло, Петр. Он, да. Вот Детельнгалар, вы звонили 4 месяца назад, вы хотели сделать то-то, то-то. Все, вот вам живой клиент. И мы сейчас хотим сделать так, чтобы вот ни один клиент, ни один лид вообще никогда не терялся. Чтобы даже если по ученикам, что если ученик обращался год назад и планировал у нас обучиться, чтобы он не потерялся, и мы могли посмотреть, когда он обращался, что он звонил, говорил, и чтобы его сейчас поднять и доработать. У нас не получалось вот это, приезжайте, у вас там гарантия, вот это керамику надо делать. Почему мы так не делали, не работали повторно с клиентом? Я даже не знаю. Ну вот там вас керамику надо обновлять, и вам то. Я тоже с керамикой просто проверяю. Проверите, человек проверяет, обзванивает. Все ли нормально, все ли понравилось, как работает состав. 95 случаев, все хорошо. Потом нам некогда мыть ему второй раз машину. Реально нам некогда. Здесь мы это будем делать. Месяца три назад мы ее настроили, довели до ума. Соответственно, пройдет год, мы этих клиентов будем работать с ними, не будем их отпускать. Да. Но до этого наша ошибка была, что мы это не внедрили раньше. Были заказ-наряды, были там вордовские базы, эксцелевские, и это все-то такое, вот хочется все сжечь и забыться. Лучше обработать клиента, который уже был у вас, нежели привлекать нового дешевле. Что ожидать в 2020 году в детейлинга России? Ожидать можно следующего. Кто поймет, что такое сервис и контент, и что такое личный бренд, как ими управлять, как его внедрять, тот будет при ретете и преимуществе. Кто не сможет объединить вот эти три позиции, в детейлинге только, к сожалению, вылетит. Видел, видео писал, во вторник выйдет. Я видел в Краснодаре, мне просто интересно это показалось, я такого, честно, еще не видел. Я видел в Краснодаре, открыли студию Керамик Про с просто обалденешным ремонтом. Я посмотрел на этот ремонт, после этого в студию к себе заходить даже не хотел. Мне казалось, все. Я понимал, они вложили огромнейшие деньги туда. Я в Инстаграме случайно увидел их. Я пошел на канал, и я первый раз в жизни видел канал, где было в районе 15 видеороликов без просмотров. Я такого никогда не видел, и я видел, как человек рассказывает, что вы туда приезжаете, и я понимал, какой мощнейший перекос в бизнесе. Вложили, наверное, все, что было, я даже не знаю, очень серьезное помещение. Какими панорамными окнами, я дверями, им хотелось сказать, что двери – это самая сложнейшая проблема. Панорамные двери и большие окна, потому что там работать нельзя. Мы тоже думали, что это будет красивая стеклянная коробка, сделали эти окна, а потом бы, сейчас я подумал, лучше бы оставили те ворота, которые были, и тех окон, которых не было, потому что это все сейчас мешает работать. Черные шторы сейчас, и эту дверь будем заклеивать пленкой, потому что выжигает солнце. Шампунь не дает нормально работать. Потому что солнце выжигает полироль, засыхает все, машина нагревается. Итак, подводим итог. С самого начала я говорил, человек, который будет генератором энергии, он будет центровым, и он должен появляться на ваших страничках, на ваших информационных источниках. Это уже не новость, кто смотрит современные тенденции рынка. Человек сейчас покупает у человека. Обезличенные компании начали продавать тяжело. Вот то, что вы говорите, красивая картинка, нет доверия. Умный человек понимает, приехал фотограф, хорошо отщелкнул, это все, контент сделал, почистил и выдал. Нету теплоты, нету доброты, нету продукта, нету сближения, сближения клиента с исполнителем. Сейчас в нашем мире большой уровень недоверия. Люди перестали доверять, потому что очень много везде обмана. Обмана разного характера. Сейчас школ будет, тысячи, которые будут обучать, по-разному, кто чему рад обучать, тот и будет, потому что все хотят денег заработать. Соответственно, по услугам точно так же. Сейчас будут извращаться, кто как хочет, чтобы только этого клиента где-то взять. Но стабильно будут работать те, кто будет конкретно за этим следить, чтобы то, что я говорил, чтобы картинка соответствовала. Она была разная. В самом начале, не просто профессионально, а контент все время мешался. Мне просто иногда убивает вопрос, когда я делаю эфир, мне человек задает вопрос, но вы расскажите, какие методы привлечения клиентов сейчас работают? Я ему говорю, а я сейчас что делаю? Или ты думаешь, что мне нечем заняться? Я зарядил телефон, набрался сыр, приехал в 10 часов в студию, потому что мне просто нечем заняться. И я здесь рассказываю, как мне хорошо. То есть человек не понимает, что я работаю. Это работа моя, просто аудитория. Да, и подмешиваю все время то, что я продаю. Что студии я показываю не просто так сначала, чтобы машины правильно стояли, рассказываю. И рассказываю, как я продаю. Чуть-чуть отвлекся, чуть-чуть поотвечал на какие-то вопросы, перекинулся на рекламу. Это все дозировано. Потом смотрю, заявки посыпались. Они говорят, как, как, откуда клиенты? Говорю, да оттуда клиенты. Это работа, это реальная работа. Сначала вам надо расслабиться. То есть, и так же так, там вам надо расположиться. Вам надо, чтобы вы чувствовали себя комфортно, и аудитория вас комфортно воспринимала. А это медиа. Вы с одной стороны, там с другой. И очень, вот у меня было очень много студий, с которыми мы занимались, развивались. Расслабиться удалось только единице. Видеоролики, которые очень хороший, качественный контент. В Америке я наснимал, они не смотрят их. Ну вот, вот пять тысяч и все обрывается, но нет аудитории. То, что я рассказываю, что вот такие студии. Максимально качественный контент вообще не идет. А вот эти гробики какие-то делать, там что-то чистить. Да, вот мойку мыть, вот это да. И приходится хоть как-то сделать так, чтобы не потерять важную аудиторию, умную, и не набрать себе школьников, которые не будут покупать. Вот этот баланс приходится все время соблюдать. Если люди не смотрят заграничные студии, что уровнем выше России, там больше интересной информации, другая картинка и другой монтаж, они не будут смотреть в России, на мой взгляд. Это же логика. Привыкаешь уже. Сначала было сложно. Сначала посмотрел на себя видеозапись, думаю, ежемое. Заплакал и пошел. Да, включил. Потом на бизнес-молодость, когда пригласили, там пару тысяч в зале сидели, и у них была трансляция. Да я вообще, для меня такой силы был стресс. Я хотел просто застрелиться, дать тебе пистолет, все, потому что для меня это было, вот то выступление, мне так было некомфортно, мне все, я забыл все, что знал, все, что не надо было. То есть, скачок был серьезный, потому что пришел к Усаке, но он всю жизнь занимается. Пришли Blackstar, да, но это абсолютно другого уровня компания, с другими бюджетами. Пришли девочки с Инстаграмом в полтора миллиона, Нейл Сани занимается ногтями, и думаю я, как я туда попал. Но, соответственно, получилось что-то, как-то, появились клиенты, появились заказы оттуда, появилась реклама, и вот тот уровень, он был как щелчком, то есть мы его прошли. Пальцами во рту сидел в европейском, потому что надо было выправлять речь, чтобы не было слов паразитов. Конечно, с этим, как он называется, с логопедом. Настолько было некомфортно, ты сидишь в торговом центре, с пальцем в рот, и начинаешь звуки проговаривать, нос, рот, разминать мышцы. Ужас полнейший. А потом ораторское мастерство, также курсы. Но это для меня настолько было неприятно, я не мог даже себя заставить поехать. Я реально не мог, мне так было тяжело, когда вот сидит люди, и ты себе клоуна изображаешь, или рассказ, оно так вот, вот как ты вот зажатый сидишь, я вот только, знаешь, мне хотелось зарыться. Я просто шучу, выставить камеру с наушниками, меня нет. Я там. Но я понимал, есть работа. То есть студии нужны клиенты, ученикам нужен я, нужна информация, нужна передача, и все-таки цель всегда стояла в канале, что-то делать, что-то развивать. И потом просто с каким-то моментом начинало получаться больше. Вот сейчас ездил в Сочи, брал камеру, я понял, что перерыв в съемках на публике в месяц, все, это уже опять комплексы возвращается. Прям все. Я их сразу почувствовал, что если я ездил в Америку, мне было абсолютно все равно. Я эту камеру тыкал, кому хотел, даже не спрашивая, себя включал, и все. И тогда я раскреспостился. Потом мы приехали в Лондон, а там нельзя снимать. Там абсолютно другие устои, они не любят, это очень закрытое общество, очень серьезное. А я очень распущенный в этом всем. Пришел в студию и давай ему. А ему это не вариант, уберите камеру с какой целью, где ваши документы, все, там в Топас. Пока мы получили хотя бы какое-то одобрение, чтобы можно было поснимать, там очень много прошло времени. И также здесь я включил камеру, вот в аэропорту я понимаю, что все, мне уже в такси неудобно стало, некомфортно, я эти навыки потерял. А этим надо заниматься всегда. В Америке мы пробовали, нельзя договориться. Как только ты пытаешься, конечно, планирую маршрут, куда поехать. Беру из расчета, если планирует 10, хотя я попасть в 4. Вы же не видите туда, куда я не попадаю. Я же... Нет, конечно. Только сразу вот едем, и все, и давайте рассказывайте, вот вам ваша гречка, следы, вот мы такие, вот инстаграм, и сразу, чтобы войти как-то, ну, не так, как ко мне. Ко мне многие приезжают, у меня что-то взять. А я изначально, когда приезжаю, отдаю. Я вот рассказываю, что я, какие-то свои технологии, как я работаю. Я говорю, я вас сейчас покажу, все равно за вами будут следить, вам это интересно. Они начинают идти на контакт. Они не успевают просто прийти в себя. Я стараюсь очень быстро, быстро, быстро вот этот темн нагнетать, чтобы человек не понял, где руководитель и пустил меня. Самое проблемное это было в Барселоне. Они настолько испугались. Такой мужик большой, бородатый, он аж вспотел сильно. Я понимаю, что вот провальная студия, и мы не попадем туда, мы так долго к ней ехали. И мы, ну вот как-то, мы вам сейчас расскажем то, мы вам сейчас это, смотрю он так, а я, Катя здесь стоит, разговаривает, а я с камерой туда проникаю, мне хоть что-то надо показать. И вот это так вот. Соответственно, вы этим занимаетесь. Новые технологии в детейлинге, и что было на сема. Самое то, что до нас еще не дошло, и то, что многие, кто сидит в гаражах, не понимают, что все идет к упрощению. Появляются пасты, которые работают от начала до конца. Так называемые одношаговые. Что вам получается? Руби сделать гораздо быстрее, во многих случаях, нежели по старинке, делали машинками, меняли круги, и все. И многие не верят, что мы записываем ролики, что мы думаем, что что-то мы подставляем. Когда Сергей взял убитую Вольво, просто в два прохода делал. Людям пока в голову это не входит. И американцы, как правило, они понимают, что все равно рынок еще не сильно меняется от роторных машинок, вот этих мехов. И он уже переходит в новые, современные. И они понимают, что они еще там зарабатывают пока. Но они понимают, что скоро будет вот это. Это тоже надо понимать. В детейлинге нужно в рамках вообще большого бинуса исключать всю опасную химию, все опасные процедуры. Потому что цена ошибки, она очень высокая. Человеческий фактор никто не отменял. Взять ту же самую кислоту для дисков или нейтральные очистители. Сравнить, что безопаснее, что агрессивнее, что может сделать более быстрее, выстреливание, работа. Но опять же, риск увеличивается. Цена ошибки там на каком-нибудь диске от Майбаха. Ну, сами может представить, сколько там это будет стоить. Даже, не знаю, в Москве кто-нибудь установит, этот покрытий не установит. Видно, там 4 диска в купе. Абразивный материал. Кто-то любит там ставить какую-нибудь крупную машинку, абразивный материал на машинку и вперед там очищать стекла. Только мало кто задумывается и присматривается вообще, что там на современных стеклах начинает происходить. Потому что современные стекла тоже очень мягкие, уже начинают нарезаться от этого абразива и так далее. Многие даже не замечают эти моменты. Что касается мотивации, я не знаю. Может, напишешь в группу, как ты мотивируешь мастеров на 4 года плотной работы. Я не знаю, потому что Косте, вот сейчас Косте скажи популировать. Ну, все. У него вот здесь вот. Вот Денис, наш мастер, который все, выработал потенциал, заболел, начал оболеть спина. Все, он не хочет уже. Здесь два варианта. Мотивация, рост, это переход на уровень выше. Уровень выше, он учитель. Сегодня уже появился график, и мне надо обучать. Он понимает, что сейчас у него уже идет баланс. Сейчас частично еще работают руки, что-то показывают ученику, но развивается мозг. И, как ты говоришь, мотивация. Я Косте не мотивировал, я Косте говорил, Косте, ну, давай, ну, 3 года ты это полируешь. Ну, посмотри на меня, да, спина болит от того, что я тоже бегал, полировал, все. Я свое здоровье там обменял, сейчас спина болит, все время я ей занимаюсь, потому что, ну, гробил, был тупой. Я говорю, вот частично Денис идет по моему пути, я ему говорю, ну, не полируй столько-то, думай, вкладывай в голову. Костя задумался, я говорю, Костя, вот школа есть, потянешь, да, было сложно. Пошел в школу, я говорю, ну, зарплата будет чуть поменьше, чем ты когда-то полировал, но зато мозг задействуешь. Ты меня бросишь, вот давай смотрим вариант, ты меня бросишь, все, к черту детейлинг, но ты развил уже мозг здесь, и ты пошел уже не просто, опять же, полировщиком, вот к тебе, от него к тебе, а ты пошел дальше. Это и есть мотивация. А как ты их заинтересуешь, чтобы они работали 4 года на одном месте? Менеджеров делать сложно, менеджеры, мы пробовали делать с мастеров, ну, это такой тяжелый процесс, от рук перевести к общению с премиальным клиентом, это лучше взять уже здесь, Сергей дополнительно говорит то, что, вот, как раз на стем, а какие технологии, то, что рынок упрощается, и он говорит, что мы его упрощаем инструментами, материалами, чтобы это делали быстрее, качественно и максимально безопасно. Правильно? И когда мы рассматриваем, что нас учить людей по старой технологии, все правильно, так половина горожников говорит, что у вас руки кривые, потому что вы не полируете этим. Но мы поняли, как сделать один и тот же результат, только проще, безопасней и взаимозаменяемой. И уровень развития этих людей, он, к сожалению, не позволяет понять, что мы делаем быстрее, интереснее, зарабатываем больше. Что если приезжает керамолог, я менеджеру говорю, отправь его кому-то туда. Все. А вот там вот Майбах, который чуть-чуть там в рисочке, а его давай сюда. И все. И я понимаю вопрос, да, будет осуждение, будет непонятно. Как съезжать, но резко съезжать. Ну, здравствуйте, сколько стоит вас отполировать в Ford Focus? 27. Пи-пи-пи. Все. Вопрос решен. Сейчас мы привозили, тестировали керамику, которая самозатягивается, но не так, как пленка. Эффект похоже. Если пленка совсем поцарапал, полил, кипятком затянулась, там поцарапали льем, да, ну, похуже затягивается. Они это внедряют. Будут ли работать, не будет, не знаю, потому что как потом продать, и если пленка, хоть она вырабатывает свой срок службы, а как ты покроешь этой керамикой, возьмешь денег, она перестанет затягиваться, либо состав они поменяют, когда дойдет. То есть много разных моментов. Мы работаем как большая студия. Если мы намажем этой машиной за три месяца 150 машин, и они начнут возвращаться, у нас будут огромные потери. Надо, чтобы кто-то где-то оттестировал и оттестировал времени. Должно пройти времени как минимум, как хотя бы года полтора, чтобы внедрить и посмотреть, как будет клиент реагировать на изменения нашей политики в сторону керамики в целом. Но посмотреть мы лучше посмотрим где-то на ком-то. А пока сейчас действуем, то, что дает и генерирует рынок. На видоизменения сейчас все переходит в пленку, и будут появляться новые составы, которые будут объединять и керамику, и пленку все в одном. То, что клиенту как раз нужно. Клиент хочет получить защиту в блеск. И это все потом быстро удалить. Соответственно, все химические заводы будут работать над этим. Чтобы не было отдельно пленки, которая отрывается, и не было керамики, которая царапается. Человек хочет получить, чтобы что-то нанесли на его машину. Оно имело свойство блестеть, гидрофобить и еще сниматься. И защищать. Есть уже такие составы. Я брал некие образцы. Мы пытаемся сейчас посмотреть, что там по химическому составу, как его можно переработать. Пока ничего у нас не получается. Но хотя бы есть информация, в каком смысле двигается рынок. В Америкосы уже начнут тестировать. Я думаю, что к следующему приезду я уже смогу взять конкретные образцы. Потому что пока мне образцы не давали, они говорят, мы не знаем, мы меняем формулу, мы тестируем, мы знаем. Выйдет сейчас этот состав. Соответственно, все основные керамики, кто вкладывался в это дело, они все просто помрут. Мы как керамик пропользовались. И ей потому, что она по своим качествам не уступает многим другим. И у нее очень хороший маркетинг. Так и пользуемся. Как мы получили документы, все разрешающие сертификаты на материалы, которые мы используем под своим брендом, так мы их и пользуем. Мы их просто меняем. Если появляется что-то новое, мы ее тестируем, мы ее берем под свой бренд, дальше начинаем работать. Мы сделали достаточно умное и просто в длинное. Мы не разбазаривались никакими другими сегодня Геон, завтра Сонакс, потом Магвайр, потом Эверглаз, потом Surface, потом НКС, и все это. Мы не мешали, чтобы клиент... Вы даже не тестируете? Не, мы тестируем, конечно. Сначала, если мы понимаем, что что-то будет менять, мы проводим тест. Ошибка Сергея в тестах, все сразу меняется. Машины пошли возвращаться. Тут не так все просто. В самом начале я следил рынок, и когда увидел, что вот пошел человек в Геон, Геона мажьте, через три месяца с Геона выгнали, вот теперь там этим мажьте, и все, репутация потерялась. Мы изначально, его спрашивают, Сергей, если это внутренняя информация на обучении, да, Сергей может сказать, что вот этим пробуем, вот это нам нравится, но это чисто внутреннее число для учеников, которые непосредственно обучаются в школе. А так ни в коем случае. Соответственно, что такое Сема? Вы частично видели из видеороликов, это те материалы, которые представляются на Семе. То есть постоянно обновляются круги, постоянно обновляются пасты. Пасты идут более усовершенственные и более простые, чтобы можно было одной пастой работать подольше. Круги, рынок развивается так, чтобы круг был максимально долговечным. Круги делают максимально хорошо, потому что этими кругами начинают работать. Полировщику выгодно купить один круг, проработать им пять дней, либо пять машин сделать, нежели выкидывать. Тестирует Сергей все, вот я не знаю, Сергей получает за эти деньги дополнительные или нет, но то, что он говорит покупать, то мы покупаем. Это то, что называется в компании доверием. Я не знаю, как все происходит внутри, но он сам вот. Я же говорю, я пришел, вижу, крайтиск лежит. Да, мне потом было отпишет, говорит, ты что, мои продукты покупаешь? Я говорю, не знаю, я тоже увидел, вот счет от тебя пришел оплаченный. Я говорю, не знаю, спрошу, наверное, покупаю. Потом спрашиваю, говорю, что мы берем крайтиск? Он говорит, да, берем, сейчас будем пробовать. И все. То есть школа тестирует, значит, что мы работаем? Мы работаем над издержками, уменьшаем стоимость материала и увеличиваем их срок службы и работоспособность. Все, это наша задача, чтобы стоил материал как можно дешевле и чтобы он работал как можно лучше, нежели конкурент. Именно у конкурентов по полиролям. Соответственно, тем же занимаются на выставке. Они стараются сделать то, что будет максимально и эффективно работать и максимально ниже стоит. Очень хороший темп показывает Rupis, собирает целый этот огромный павильон. При стоимости павильона и участии они тратят колоссальные бюджеты вот именно в эти рекламные компании. Все. Очень много маленьких производителей, которые никому неизвестны и невозможно что-то у них взять, привезти. Для них выставка является статусным, статусным элементом рекламы. Для нас такая выставка, я не знаю, вряд ли что-то нам даст, потому что там в основном американцы. Европа, Америка, Англия, Канада. Давайте подведем итог. Так ли важен личный бренд, который есть? Если вы это упустите, вы потеряете многое. Вот вы увидите, что сейчас каждая студия, она все равно будет назначать человека, а медийное некое лицо, которое будет все это толкать. Так просто контент протолкнуть будет сложно. Чем более вы точно угадаете с человеком, либо с собой, либо быстрее научитесь, чем быстрее вы пойдете. За вас никто не сможет это сделать. Если вы, если этим будет заниматься не руководитель студии, а наемное лицо, у вас есть огромный страх и риск, что этот человек уйдет, либо просто перестанет заниматься, либо перестанет правильно монетизировать то, во что вы вложили. Вы потеряете все. Проект у меня был с Аной Космос, это был отстраненный проект, просто история, я решил попробовать, а получится ли дополнительно к себе взять. То есть я не взял человека главного, я просто подтянул его, посмотрел. Если на том ли ином этапе внедрения и инвестициях будет этот проект генерировать что-то, да, у меня хорошо, у меня получится. Если получится пойти дальше, да, у меня получится, но я всегда был рядом, что если я это отрезаю, остаюсь я. Все равно, ну был, да был. Да, я понял, я до определенного момента подтянул, пошла генерация учеников, пошел дополнительный интерес какой-то, а потом я понял, что все, это все, я достиг потолка. Либо надо инвестировать человека, то есть менять личность, какие там прически, делать более интересную историю, потому что за детеллингом уже заблюдать людям не хочется. А это другие деньги, это другой масштаб, надо уже какие-то контракты прописывать, надо уже серьезно это внедрять, чтобы пошли другие люди. Ну не можешь жирно полировать полгода все одно и то же, все, это устают люди. Точно так же у вас, если вы будете внедрять человека, вы должны ему прописать хотя бы на полтора года, куда он пойдет, как это закончится. А такой человек, это зарплата, это все атрибутика, в которой это монтаж, и все это вытекает приблизительно в 1150 в месяц. Полтора, миллион восемьсот? Ну считай, что умеем, надо вложить в человека. И дальше вы задаетесь вопросом, за миллион восемьсот это окупится или нет? Это не просто так. Я понимаю, что я бесплатный. Если бы я был бы платный, ей бы я был бы невыгоден. Ну вот реально, я был бы, наверное, нагрузкой для компании. Инстаграм в Москве это 45 тысяч где-то минимум. Да, я им занимаюсь. Я понимаю, я взял эту участь. Потом сниматься в видеороликах, все этим занимаются, мы же редактируем вместе с ним контент. Проект менеджер, который работает на канале, это 100 тысяч. Ведущий это 100 тысяч, потому что надо все. Плюс издержки, я же издержки свои пытаюсь объединить с какими-то своими интересами. Там в Сочи полетел, это деньги, надо заплатить одежду. В Америку полетел, это огромная сумма инвестиций. Кого-то надо посылать, это все же идет на бюджет компании. Наличие цели, об этом говорю всегда. Если нет цели, никуда не придет. Конкретно вам надо понимать вот цель вашу, вот конкретно, вот что вы хотите. Студия, где она, сколько людей, сколько приносит денег, в какой момент вы ходите в прибыль, как продвигаете, какие каналы, что дополнительно, и все. Вот это будет образно цель. Если вы это распишите, все по этапам, дальше вы туда пишите этапы внедрения. Вот вы приезжаете, образно, если у вас есть цель, что вы внедряете, как вы окупите деньги, которые вы потратили. Вот вы потратили билет, проезд, посидели, все. Ваша цель, должен быть этап, я возвращаюсь, и я монетизирую то, что я купил. Я лично стараюсь мыслить последнее время так, если я куда-то инвестирую, какие-то поездки, делаю что-то, делаю, я пытаюсь понять, как я верну деньги в бизнес обратно, потому что бизнес работает как организм. Организм это кровь, нет крови, нет всего остального, органы все не работают. Бизнес точно так же. В бизнесе, кто бы что ни говорил, кровью являются деньги. Это стул, краска, компьютер, свет, работа, все. Всего касается деньги. Все построено в бизнесе на деньгах. Ни один человек за идею не будет работать, где-то что-то, но в любом случае он хочет получить. Зарплаты, налоги, страна, обмен, ВВП, все. Поэтому это кровь, все это, и она функционирует. Поэтому если вы какие-то инвестиции сделали сейчас в свое обучение, ваши задачи как раз построят эту цель, как вы их вернете и приумножите. И поэтому цели являются целями, когда они расписаны очень точно. Я максимально точно стараюсь расписать. Да, я вот хочу в олимпийском выступить, но мне надо постоянно работать, мне надо сегодня мастер-класс провести, завтра чуть больше аудитории, послезавтра куда-то пойти, потом с человеком посильнее пообщаться. Это и есть путь к цели. Выпусти меня в олимпийском, ну я не знаю, сознание потеряло, унесли. Возможно, я буду не готов. Возможно, я не пойму, как обращаться к микрофонам, как слышать звук. Возможно, я испугаюсь прожекторов, которые будут светить, упаду со сцены, я не готов. То есть, хорошая, качественная студия, человек, вот, говорит, что хорошая, качественная студия, он тоже может не готов, он может не понять, как это вообще происходит. Не всех одна. Никогда в жизни не ставила цель больше заработать денег. Вот поверь мне, возможно, где-то кто-то недалекий думает, что для меня это цель. Я всегда об этом говорил, у меня всегда было две цели. Я хотел найти место и бизнес, где я буду сам развиваться, потому что я понимал, что развитие на втором месте автоматически будет монетизироваться. И на третьем месте я понимал, что мне это должно еще быть интересно, чтобы у меня были и силы, и энергии этим заниматься. И я просто сделал некий круг. Мне это интересно, я развиваюсь, то, что, в принципе, я и хотел, потому что развитие мозга, общение, то есть, многие моменты энергетики, все это способствует. А деньги, они просто сами начинают откуда-то где-то приходить. Но они всегда не думали, что я вот делаю что-то ради денег. Мое понимание может отличаться от вашего мира или от кого-то. Я уже думаю, что есть идеология работы, скажем так, дальше уже я должен понимать, как построить как-то таким образом, чтобы деньги заработать. Начиная там с процесса, подхода, продвижения. То есть, мы все-все-все вопросы, скажем, большая связь с с моим бизнесом. Из детших, все-все-все. Я тебя прекрасно понял. Поменяй просто свое подставление. Тебе надо не ставить как заработать, а ставить какую-то ценность людям дашь, чтобы они тебе дали деньги. Ты просто чуть-чуть меняешь местами. Концентрация на заработке денег, что я вот заработаю, она не дает удовлетворения вообще никакого. Это все обман. Тебе кажется, что сегодня 50 зарабатываешь, будешь зарабатывать миллион, что-то меняется, вообще ничего не меняется. Нагрузка становится только больше. Если целью являлись деньги, это очень сильная трагедия и большая депрессия, когда ты достигаешь. Ничего не меняется. Если зарабатываешь мойщиком 50 долларов, либо ты зарабатываешь 40 тысяч в месяц, вообще ничего не меняется. Вера в себя, самое важное, не верить в себя, вообще ничего не получится. Коротко об этом пункте. Постоянное обучение, лучше информацию купить, сконцентрировано, и все. Тот, кто пришел просто для дополнительного развития, сделал правильно. Мозг та же самая мышца. Хотите, чтобы бицеп был, надо все время его качать. Перестали качать, начали бухать, бицепса не стало. Мозг то же самое. Все время внедряете в нее, он дает вам идеи, дает вам факты, возможности, перерабатывает быстро информацию, быстро восстанавливается. И с ним надо всегда работать. Чем сильнее вы над ним издеваетесь, тем больше вы будете, чем богаче будете. Спорт, медитация, развитие, чтение, ролики, курсы, что-то новое, все время. Чем больше, тем лучше. Цель восстанавливать, разбивайте на этапы. Этапов много, много, много. Каждый день старайтесь что-то закрывать, хотя бы что-то. Встать даже в выходной, поехать снять какой-то маленький видеоролик, который вас отнимет 10 минут, это уже вы на шаг впереди. С этого потом все и складывается. Эмоциональный интеллект, правильная реакция на различные ситуации, это когда вы уже из себя сделаете бренд и уже будете постепенно подходить к публичной личности. Но публичная личность, это уже, если тысяча человек за вами следит и вы контактируете с десятью, вы уже публичная личность, здесь масштаб не играет. Оскорбительный комментарий режет вас там точно так же, как потом к вам таких 100 комментариев придет. Эмоциональная реакция может быть одинаковая. Один комментарий там может быть подрезать, там может быть 100 комментариев прийти тоже срезать. Поэтому вот это надо иммунитет выстраивать. Поставщики по ремонту кожи? Мы сначала пробовали разные варианты, сейчас взяли человека, который сам сделал свою солянку из всего и где сам он покупает, нам выдает уже готовый результат. Правильно, мы сейчас в последнее время этим не занимаемся, мы поняли, пусть он чуть дороже, но сам берет и сам, если он красный салон делает, и он израсходовал литр краски, пусть эта краска будет его. Поднимать рынок следующим образом, делать услугу гораздо качественнее, но по стоимости ниже, нежели та, которая есть по городу. Тихо переходить, как с самого начала был детейлинг. Придумал когда-то, ну как брать за полировку в три раза больше, вот на тот момент. Ну приставили приставку детейлинг полировка. Получилось брать больше, что туда надо включить, чтобы ее сделать красивее. Надо мойку, трубы, все то, что можно отделить от обычной полировки и добавить. Вот так получилось услугу перевести, объяснить клиентам. Тебе надо в принципе то же самое. В Москве нам тяжело пробиваться информационно. Очень за... за... рынок занят информацией, она отовсюду. Человек очень устает. Понял, был в Сочи у Тимура, спрашивал, вот Тимур, вот скажи, вот что у тебя лучше всего работает? Она говорит, ты знаешь, Валер, вот стоит сделать хорошо, ну реально, хорошо машину, хорошо пообщаться с этим клиентом по-братски, вот по-нормальному. И говорит, ты знаешь, он еще троих позовет. Еще, и говорит, эти трое уже на тех, кто работает рядом со мной, уже не смотрят. Он говорит, ты знаешь, ну не всегда получается, ну вот хорошо по-братски поговорить, вот обслужить, и вот дать ему вот то, что он хочет в сроке. Я говорю, тогда успех, формула успеха твоя проста. Ты сделай так, чтобы каждый человек был обслужен тобой максимально хорошо, и ты будешь очень быстро расти. Он говорит, слушай, точно. Я говорю, зачем тебе другая реклама? Ну странички, да, показывай, веди их параллельно, но просто увеличит это сервис. Я говорю, я там приехал к тебе, ну вижу чисто, да, я вообще не собирался к нему ехать, так получилось, что параллельно. Вижу чисто, вижу мастера нормальные. Я говорю, ну работа над этим. Смотри, у тебя же уже разница. То есть база, которая была мной, дана в какое-то время, у тебя осталась. У тебя чисто, у тебя есть комната, у тебя кофе, у тебя две машины дорогих стоят, ты что-то сделаешь, все приезжают, и ты говоришь, что надо просто хорошо их обслуживать, и все. Он говорит, ну надо еще студию чуть сделать, он делает вторую студию. Я говорю, ну ты студию вторую также сделай комфортную, чтобы человек приехал и рассказал, что есть Тимур, потому что Сочи, все друг друга знают. Я говорю, ты же видишь, что ты подтягиваешь. Гелик взял, сделал, сделал, после Гелика еще вот сейчас прислал фотографию и Феррари делает новую. Это Сочи, это Феррари, все знают. Это уровень, начинает уже притягивать. Поэтому вот твоя формула проста, делай просто хорошо в своем помещении и люди сами будут рассказывать. Пойдем в студию, будем смотреть, что мы делаем.